В выставочном зале вновь звучали строки, написанные Есениным и Цветаевой. Новый моноспектакль представила любителям поэзии Любовь Кашенцева. Тему продолжит Лариса Панина. Они жили в одну эпоху Цветаева и Есенин. По этой простой причине Любовь Кашенцева объединила творчество двух поэтов в один поэтический моноспектакль. Сначала, признается Люба, даже испугалась своего решения, а потом утвердилась в нем окончательно. Их объединяет душа и время. Обродились в октябре. Есенин – третьего, Цветаева – восьмого. Именно в этот день и состоялся моноспектакль Любови Кашенцевой. Кто создан из камня, кто создан из глины, а я серебрюсь и сверкаю, Мне дело – измена, мне имя Марина, я бренная пена морская. Уже по устоявшейся за несколько лет традиции, чтецкие программы актриса представляет в выставочном зале. Последние годы это была военная поэзия и проза. Шесть лет Люба не читала Цветаеву, соскучилась и по Есенину. Кто спит по ночам, никто не спит. Ребенок в люльке своей кричит, старик над смертью своей сидит. Кто любит, смело говорит ей в губы. Дышит, глаза, глядит, заснешь. Проснешься ли здесь опять? Успеем, успеем, успеем спать. А зоркий сторож из дома в дом проходит с розовым фонарем и дробным рокотом над подушкой. Рохочет ярая колотушка, не спи, крепись. Говорю добром, а то вечный дом, а то вечный сон. Держать внимание слушателей более полутора часов сложно. Чтецкие программы и моноспектакли сегодня не столь популярны. Да и многие ли обращаются в наше время к поэзии? Благословляю ежедневный труд, благословляю еженощный сон, Господню милость и Господень суд, благой закон и каменный закон, и пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи еще Господь. Благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Наверное, Марину Цветаеву я полюбила, когда училась еще в педагогическом университете. Потом что-то забывается, и вот сейчас по-новому на нее взглянула, посмотрела и подумала, что надо еще раз перечитать. Я счастлива жить образцово и просто, как солнце, как маятник, как календарь, Быть странной пустыницей стройного роста, Премудрой, как всякая Божия тварь знать, Дух мой сподвижник и дух мой вожатый, Входить без докладу, как луч и как взгляд, Жить так, как пишу, образцово и сжато, Как Бог повелел, и друзья не велят. Очень понравилось исполнение, С удовольствием послушала. Самое главное, что когда я шла на этот вечер, Я вообще не представляла, что это действительно будет очень восхитительно. Думаю, что на такие как раз мероприятия, Может быть, и следовало бы приглашать подростков. То есть, наверное, учителям стоит задуматься. Приходить к классам. Тише хвала, дверью не хлопать слова, Стола, угол и локоть. Сутолочь, стоп, сердце, уймись, Локоть и лоб, локоть и мысль. Юность, любить, старость, погреться, Некогда быть, некуда деться, Хоть бы закут, только без прочих. Краны текут, стулья грохочут, Рты говорят, кашей во рту благодарят за красоту. Узнали бы вы, ближние дали, Как головы собственной жаль. Мне Бога в орде, степь, каземат, рай. Это где не говорят. Юбочник, скот, плавочник, частность с Богом. Мне тот будет, кто даст мне. Ни времени не сочтены для тишины. Четыре стены. Камерная обстановка небольшого по размерам выставочного зала. Глаза в глаза со зрителем – задача не из легких. Незримые свидетели происходящего – поэты. Может, это для них стул на импровизированной сцене. Сборники стихов, тихая музыка. И звучащие по-новому строки любимых поэтов. Никуда не уехали, ты да я. Обернулись прорехами все моря. Со владельцем пятерки рваной океаны не по карману. Ни щиты вековечная сухомить. Снова лето, как корку в сухую мять. Обернулось нам море мелью. Наше лето другие съели. Читать стихи и слушать разные вещи. Они и воспринимаются по-другому, и в привычном видится новый смысл. Что я снегиль, чтоб день деньской петь? Не моги, пташка, а пой на зло врагу. Коли двух строк свесть не могу. Кто когда мог, пытка, терпи. Скошенный лук, глотка, хрипи. Тоже ведь звук. Львов, а не жен, дело. Детей распотрошен, пел же, рфей. Так и в гробу, и под доской. Петь не могу. Это воспой. Вновь и вновь удивляешься точности слов Марины Светаевой, емкости понятий, образности ее сравнения. Вы знаете, в таком восторге, такой восторг, что даже передать нельзя. Даже хочется плакать. А вот Есенин. И это уже иные интонации. Какая ночь, и я не могу не спиться мне. Такая луность, еще как будто берегу в душе утраченную юность. Подруга охладевших лет, не называй игру любовью. Пусть лучше этот лунный свет ко мне струится к изголовью. Пусть искаженные черты он обрисовывает смело. Ведь разлюбить не сможешь ты, Как полюбить ты не сумела. Любить лишь можно только раз. Вот от того ты мне чужая, Что у липы тщетно манят нас в сугробы. Ноги погружая, ведь знаю я и знаешь ты, Что в этот оцвет лунный синий. На этих липах не цветы, На этих липах снег да иний. Что отлюбили мы давно. Ты не меня, а я другую. И нам обоим все равно Играть в любовь недорогую. Ну так ласкай и обнимай. В лукавой страсти поцелуя. Пусть сердцу вечно снится май. И та, что навсегда люблю. Я всегда читаю Есенина, Лермонтова и Цветаева. Они у меня полный сборник. Как впечатление от исполнителя? Исполнитель фундаментально, чисто артистично, Хорошо исполняет. И надо же запомнить, так целый час считая, И без боя, это очень прекрасно. Вы помните, вы все, конечно, помните, Как я стоял приблизившись к стене, Зволнованно ходили вы по комнате, И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, Что вас измучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел катиться дальше вниз. Любимый, меня вы не любили, Не знали вы, что в сонмище людском Я был, как лошадь, заданная в мыле, Пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, В развороченном буре быть, Я с тобой мучаюсь, что не пойму, Куда несет на срок событий. Лицом к лицу лица не увидать, Большое видится на расстояние, Когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии, Земля, корабль, но кто-то вдруг За новой жизнью, новой славой В прямую гущу буревью Ее направил величаво. Ну, кто из вас на палубе большой Не падал, не блевал и не ругался, И хмало с опытной душой, Кто крепким в качке оставался. Тогда и я, под дикий шум, Но зрело знающий работу, Спустился в корабельный трюм, Чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, И я склонился над стаканом, Чтоб, не жалея ни о ком себя, Сгубить в угаре пьяным любимое. Я мучил вас, у вас была тоска В глазах усталых, что я пред вами На показ себя растрачивал В скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, В разворченном буре Быть из того и мучаюсь, Что не пойму, куда несет нас Рог событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, И чувствую и мыслю по-иному, И говорю за праздничным вином Хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, Я вспомнил вашу грустную усталость, И вот теперь я сообщить вас мчусь, Каким я был и что со мной усталость. Любимая, сказать приятно мне, Я избежал падения скручи, Теперь в советской стороне Я самый яростный попутчик, Я стал не тем, кем был тогда, Не мучил бы я вас, как это было раньше, За знамя вольности и светлого труда Готов идти хоть до ла-манша. Простите мне, я знаю, вы не та, Живете вы серьезным умным мужем, Что не нужна вам наша маита, И сам я вам ни капельки не нужен. Живите, как вас ведет звезда Под кущей обновленной стене С приветствием вас, помнящий, Всегда знакомый ваш Сергей Есенин. Спасибо, это прекрасный вечер. Каждому я думаю, что что-то, У каждого отозвалось в сердце вообще, Что-то свое каждый нашел, Вот в стихах Марии. А исполнение, ну я думаю, Что и вообще исполнение профессиональное, Шикарное. И вот мы Любу даже приглашаем На наши вечера, Вот недавно вечер Есенин прошел, Субботу, и она у нас читала стихи. Я с удовольствием хожу к вам на вечера, Приглашайте, пожалуйста, Это выехать на публику, Мне очень приятно. Спасибо. Восторги, конечно, я восхищаюсь. Всегда прихожу на ее вечера, И я восхищаюсь ее вот этой памятью, Которой вот ей Господь Бог наградил. Дай ей Господь Бог здоровья. Я ее очень люблю. Спасибо. Я в восторге от хорошего читца и стихов. Я люблю Есенина. А часто перечитываете? Или сегодня Люба как бы вам подарила то, Что вы читали когда-то? Нет, это когда-то, да, точно. Спасибо большое. Ее профессионализм, Ее душа, она может совсем, Ну, очень много. Мне кажется... И собирать залы большие. Большие. Очень большие. Она молодец. Она большая умница. В планах актрисы возродить проекты Поэты Серебряного века, Маяковский, Обязательно Есенин, Но уже как самостоятельную программу. 26 декабря у меня юбилей, И сейчас мне придется потрудиться Над своими стихами. Я как-то все забросила, Забыв о том, Что я еще и пишущий человек, Ну, поэт или поэтесса, Там это уже не важно, Как это называется. Но 26 декабря, Может быть, в камерной сцене Я озвучу свои стихи. Лариса Панина, Алексей Буйко, Александр Михайлов, Телекомпания «Лобня».